Фотография воспитанника Самарского кадетского корпуса МВД России Ивана Краснова на доске отличники учебы. Молодой человек с детства мечтал стать сотрудником полиции. Работать хочет оперативником уголовного розыска. Еще в начальной школе хотел в будущем служить своему отечеству. Папа у меня был сотрудником полиции, я решил пойти по его стопам. Буду поступать в ведомственные учреждения системы МВД, тоже отучусь, стану будущим полицейским, скорее всего оперативником и, как любой кадет, хочу стать генералом. Иван Краснов вместе с другими кадетами встречает депутата Госдумы Александра Хинштейна. В строю 33 воспитанника корпуса, отличников учебы, едва новобранца. У всех была возможность пообщаться с парламентарием, задать вопросы. Как я стал депутатом? Хороший вопрос. В какой-то момент я для себя понял, что когда ты хочешь добиться каких-то перемен к лучшему, то эти перемены к лучшему ты сам должен стараться достигать. Александр Хинштейн в Самарском кадетском корпусе частый гость. Он стоял у истоков основания учебного учреждения. Кадетский корпус МВД единственный в России. Здесь получают специфические навыки и знания 350 воспитанников из разных регионов страны. В том числе и с Донбассом. У многих отцы и старшие братья сейчас находятся в зоне СВО. Главная цель, которую мы стали перед собой, создавая нашу самарскую кадетку МВД, была, конечно же, готовить будущие пополнения и органов внутренних дел, других силовых структур, с тем, чтобы молодые люди самого юного возраста, а здесь учатся начиная с пятого класса, были мотивированы на службу. И вот такие значительные результаты, считайте, больше половины выпускников поступило или в учебное заведение МВД или других силовых структур, показывают, что наш замысел полностью оправдался. Те, кто выходят из этих стен, они выходят в жизнь полноценными гражданами. Людьми, которые понимают, что такое долг, что такое честь, что такое кадетское братство. Депутат поздравил воспитанников с началом учебного года. В этом году кадеты сядут за новые парты. К 1 сентября в учебных классах обновили всю мебель. Жизнь в кадетском корпусе отличается от занятий в гражданских школах. День у кадетов начинается с зарядки и завершается только поздно вечером. Свободное от учебы тренировок время – один час. Только тогда есть возможность воспользоваться мобильным телефоном. У них все подчинено учебе физической строевой подготовки и развитию их личностных качеств. Это прежде всего. Свободное время, конечно, у них есть, но его очень мало. Это примерно где-то один час всего. В 2024 году Самарскому кадетскому корпусу исполняется 10 лет со дня основания. Большая часть его воспитанников продолжают учебу в вузах силовых структур, МВД, ФСБ, Следственного комитета. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.